Немцы на радость Киеву урезали Северный поток 2 наполовину. Экономика, нефть и газ 14 ноября 17-3 Немцы на радость Киеву урезали Северный поток 2 наполовину Германия приняла поправки к законодательству, которые ограничивают использование газопровода. Мария Бесчастная комментария в просмотрах 5036. Фото, Александр Демьянчук, ТАСС материал комментируют. Игорь Юшков. Немецкий БМДСТАК принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза. Это означает, что действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на морские газопроводы не входящих в объединение стран, если те проходят через территорию стран-членов ЕС. Таким образом, нормы третьего энергопакета будут распространяться на строящийся российский газопровод Северный поток 2. Это нормы, запрещающие одной компании заниматься одновременно добычей и транспортировкой газа и предусматривающие так называемый анбандлинг такой компании. Другие правила касаются установки конкурентных тарифов и доступа к газопроводу третьих сторон. Если говорить о практическом применении этих норм к Северному потоку 2, это означает, что Газпрому придется разделить функции транспортировки и добычи газа, возможно, создав некую независимую компанию или передав управление другому оператору. Но, что самое неприятное, даже сделав это, Газпром сможет загружать только 50% трубы, то есть половину ее мощности. Читайте также. Путин в схватке с рецессией. Кто кого отправит в пропасть несмотря на заверения Кремля? Россию ждет мощный экономический кризис и он гораздо ближе, чем кажется власти. Ранее оператор проекта Северный поток 2, Nord Stream 2 AG, уже обратился в арбитражный суд Евросоюза из-за несоответствия поправок в газовой директиве ЕС и энергетической хартии. В компании пояснили, что считают их дискриминационными, нарушающими принципы права Евросоюза о равном обращении и пропорциональности и принятыми для препятствования реализации проекта. В статье 10 договора к энергетической хартии, ДЭХ, говорится о поощрении и создании стабильных, равноправных, благоприятных и гласных условий для инвесторов, в статье 13 о том, что инвестиции не подлежат национализации, экспроприации или иным мерам, имеющим аналогичные последствия. Несмотря на это, немецкий парламент все же принял поправки к газовой директиве, хоть и со второго раза. Первое голосование не состоялось, так как обсуждение вопроса затянулось до глубокой ночи, и парламенту не хватило кворума для приятия решения. Кворума не удалось достичь из-за требования фракции и альтернативы для Германии провести поименное голосование. В среду фракция также выдвинула это требование, но затем сама отозвала его, и парламентарии смогли принять поправки к законодательству. Решение Бумдистага уже приветствовала Украина, которая является одной из самых заинтересованных сторон в ограничении деятельности газопровода. Ведь это значит, что большие объемы придется продолжать прокачивать через Украину. Правительство Украины приветствует имплементацию Бумдистагом газовой директивы С1 к 1. «Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой». Эту позицию также поддержала Европейская комиссия, написал украинский премьер-министр Алексей Гончарук в Фейсбуке. Хотя решение Бумдистага сложно назвать позитивным для Газпрома, слишком радоваться Киеву пока рано. Как пояснили СП-эксперты, Берлин оставил себе лазейку, которая позволит предоставить Северному потоку два исключения из правил. Так, в принятом законопроекте отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно, на срок не более 20 лет, не распространяется на находящуюся на территории Германии часть трубопроводов, отвечающих следующим требованиям. Первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии. Трубопровод был построен до 23 мая 2019 года. У него есть объективное основание для исключения, которое не будет иметь негативного влияния на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС. Кроме того, участок газопровода протяженностью в 12 морских миль, примыкающий к территории Германии, будет регулироваться регулирование федеральным сетевым агентством, а не Еврокомиссией, которая изначально настаивала на этом. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, все это позволяет надеяться на то, что Северный поток-2 все же получит исключение из третьего энергопакета и сможет быть использован на полную мощность, а не только на 50%. Минск к Кремлю, не нужна нам ваша база, и вообще Россия не нужна, если Лукашенко сохранит власть, после выборов он может начать отдаляться от Москвы. СП, к чему же это приведет? Все не совсем плохо. Германия вписала в этот имплементационный документ свое право давать исключение из третьего энергопакета газопроводам, которые обладают определенными качествами. Например, такой газопровод должен выходить на берег Германии, играть важную роль в ее экономике и не иметь другой конкуренции. Все эти моменты верны для Северного потока-2 и очевидно, что немцы ввели их именно с учетом этого газопровода. Скорее всего, автоматически вывести Северный поток-2 из-под норм третьего энергопакета Германия не сможет. Но она перетащила себе часть полномочий Евросоюза, и в будущем сможет предоставить для него исключение. Газпрому и Берлину придется пойти по пути предоставления официального исключения из третьего энергопакета. Поэтому нельзя назвать этот закон победой Газпрома. Но, в то же время, это и не самый плохой из возможных вариантов СП, кто будет заниматься работой по предоставлению этого исключения, от кого это зависит. В основном этим занимается антимонопольное ведомство и энергетическая комиссия Германии. Они должны будут получить заявку от оператора Северного потока-2, Nord Stream 2 AG. Плюс в том, что практически все руководства этого оператора сами немцы. Это Герхард Шредер, Маттиас Варник, и они отвечают за всю коммуникацию с немецким руководством. Обывал доллара неизбежен. Мать всех пузырей скоро лопнет. Американский эксперт уверен, что ситуация гораздо хуже, чем во время кризиса 2008-го. СП, а что с анбандлингом разделением функций Газпрома? Это не поможет решить проблему. Речь идет о том, что последний 12-мильный участок газопровода, который примыкает к Германии, возможно, придется передавать в управление независимому от Газпрома оператору, потому что третий энергопакет формально этого требует. Есть три варианта жесткое разделение компании, подключение независимого оператора. И самый мягкий вариант. Вся структура остается у собственности у компании, но руководство ею согласовывается с регуляторами. Но даже если 12-мильный участок будет отдан в управление независимому оператору, это не освободит Газпром от обязанности загружать только половину мощности трубы. В чьем бы управление этот газопровод ни был, один поставщик сможет загрузить только 50% мощности. Для Газпрома же главное не управление этим участком, а загрузка трубы на 100%, чтобы сделанные инвестиции в 9,5 миллиардов евро дали ему не 27,5 миллиарда кубов объема, а все 55, как он планировал изначально. СП, то есть сейчас все зависят от Германии и ИИ. Да, думаю оператор Северного потока-2 будет подавать заявку на исключение из норм третьего энергопакета, и уже немецкий регулятор будет согласовывать это решение. Новость Украины, Меркель позвонила Путину, чтобы поговорить об Украине.